В США разворачивается одна из самых масштабных природных катастроф в истории. Лесные пожары выжигают Калифорнию со скоростью 100 км в час. Счет пропавшим без вести идет уже на тысячи. Это «Мир за неделю». Здравствуйте. Адская Калифорния. Из-за сильнейших пожаров города штата возглавили рейтинг мест самым загрязненным воздухом в мире. Что сейчас происходит в эпицентре бедствия? Рассказы очевидцев. Неожиданный поворот Брексита. Уйти по-английски. Возможно, придется Терезе Мэй. Парламент Королевства уже назначил дату голосования о недоверии премьеру. Покинет ли свой пост железная леди? Деньги на аренду жилья, ремонт и покупку мебели. Но только на родине. Немецкие власти предлагают мигрантам солидные бонусы в обмен на возвращение домой. Но их принять согласны не все. Итак, последние сводки из Калифорнии. Это действительно сводки как с войны. Сам штат сейчас напоминает поле боевых действий. Руины, пепел, сожженные города, брошенные в спешке автомобили тех, кто хотел уехать, но расплавились шины и просто пришлось бежать. И люди в костюмах химзащиты ищут останки тех, кто сбежать не успел. Сейчас в списках пропавших без вести 1200 человек. Власти не скрывают, что он не окончательный. Погибших к этому часу 76 человек. Многие из них просто не оценили масштаб бедствия, думая, что огонь успеют остановить или же они успеют покинуть свои дома до того, как он доберется. Но в последние дни в Калифорнии дует сильнейший ветер, который стремительно разносит пламя. На пике роста пожар уничтожал территорию размером с футбольное поле за три секунды. Спастись в таких условиях практически нет шансов. Мы были уже в дороге. Поняли, что надо всё бросать и спасаться. Мы попытались спуститься с холма, но внизу всё уже было охвачено огнём. Весь Малибу уже горел. Пришлось развернуться и искать другой путь. Пока ехали слева от нас, прямо у колёс, полыхали кусты. Мы чудом выбрались. Сейчас ситуация далеко не такая, как, например, 10 лет назад. Если сравнить пожары НАПА в прошлом году или пожар Томас, к примеру, то этот пожар намного сильнее. Его темп распространения на порядок выше. Поэтому мы предупреждаем жителей, эвакуируйтесь, не оставайтесь в домах. На этот раз укрыться не получится. На данный момент в Калифорнии выгорело около 600 квадратных километров. Для сравнения, это больше площади Караганды, например. На этой территории штата уничтожено порядка 10 тысяч домов. Это не вся Калифорния. В основном его северная часть. Но другие районы тоже ощущают на себе последствия стихии. Воздух сразу нескольких городов штата. Из-за пожаров экологи официально признали самым загрязнённым в мире. Самое масштабное обострение арабо-израильского конфликта за последние 4 года произошло на этой неделе. Израиль и сектор газа обменялись массированными ракетными ударами. Три дня соседи обстреливали друг друга. В дело даже вмешалась ООН. Совбез собрался на экстренное совещание и призвал стороны срочно прекратить военные действия. Стороны на призыв откликнулись и даже заключили перемирие. Только вот его почему-то называют лишь передышкой на пути к полномасштабной войне. Сергей Ауслендер о том, что сейчас происходит в регионе. Крайне неудачная операция израильского спецназа нарушила хрупкое перемирие на юге. Командус проникли в анклав с целью похитить высокопоставленного командира Хамас, но были раскрыты. В завязавшейся перестрелке погиб командир группы, подполковник. Прикрывая отход своих, по газе ударила авиация. В ответ полетели ракеты. Дальше события развивались стремительно. Израильский юг двое суток был под ураганным огнем боевиков. Около 500 ракет и минометных снарядов меньше, чем за 48 часов. В радиусе 30 километров от сектора было невозможно выйти на улицу. Закрылись школы и детские сады, отменили все массовые мероприятия. Были прямые попадания в жилые дома, убитые и ранены. Я живу по соседству. Ночью услышал сильный взрыв и сразу побежал в убежище. В армии я был водителем скорой помощи и знаю, как себя вести во время обстрела. Армия немедленно подтянула к границе с газой артиллерии и танки. Начался призыв резервистов. Обмен ракетными ударами. В газе есть разрушения и жертвы. Палестинцы обвинили Израиль в агрессии. Мы хотим, чтобы Совет Безопасности взял на себя ответственность в отношении этой эскалации, угрожающей международному миру и безопасности. И, к сожалению, Совет ведет себя пассивно. Тем не менее, мы будем требовать вмешательства в ситуацию. В правительстве все время совещались, что делать и как реагировать. Министр обороны Виктор Либерман настаивал на широкомасштабной операции против Хамас, но большинство членов кабинета его не поддержали. После двух дней боевых действий с помощью египетских посредников договорились о прекращении огня. Сразу после этого Либерман заявил, что уходит в отставку. Действительно, я здесь, чтобы объявить о своей отставке. Отвечая на вопрос, почему сейчас, скажу. Вчерашнее прекращение огня вместе с попытками достичь соглашения с Хамас – это капитуляция перед террористами. Главная интрига ситуации в том, что Хамас требовал отставки Либермана в качестве одного из главных условий перемирия. Теперь эксперты и журналисты гадают, что это было – совпадение или Израиль действительно выполнил требования террористов. Либерман выходец из Молдавии и стал министром обороны в 2016-м. Мнения по поводу его работы разнятся. Одни полагают, что он худший министр обороны за всю историю, другие, что при нем оборонное ведомство наконец заработало как следует. Но все при этом говорят, что налицо тяжелый правительственный кризис. Решение министра обороны Адвигора Либермана подать в отставку только лишь подчеркивает тот факт, что настал конец правительству Нетаньяху. Его правление закончилось в тот момент, когда глава правительства заявил, что у него нет решения по вопросу газы. Подобного в истории Израиля еще не было. Премьер-министр заявляет гражданам, которые подвергаются массированным обстрелам, что у него нет решения, что он не знает, что делать. Очередная эскалация показала, что в израильском правительстве не готовы принимать жесткие решения. В результате совсем недолгого обострения правительства на грани развала, недовольны военные. Жители юга проводят демонстрации, требуя решительных действий. Все прекрасно понимают, что наступившие перемирия временные. Возможно, что будет какое-то перемирие, как оно было после последней войны в Газе, которое будет продолжаться до того момента, когда Хамас усилится, нарастит свой потенциал, и будет новый какой-то раунд конфликта с намного более тяжелым для нас последствиями. Многие аналитики спорят, каков выход из сложившейся ситуации, и многие же сходятся во мнении, что выход один – это оккупация сектора Газа и свержение режима Хамас. Но политическое руководство государства категорически против. Такой вариант грозит большими потерями человеческими, материальными и внешнеполитическими. А значит, следующая эскалация – лишь вопрос времени. А я добавлю, что следом за министром обороны в Израиле свой пост покинула и министр интеграции, тоже в знак протеста против перемирия с Хамас. В оставку на этой неделе ушли сразу четыре министра и в Британии. Заявление об уходе они написали сразу после того, как правительство утвердило план ТРЗМ по выходу из ЕС. Ранее Лондон согласовал его с Брюсселем. Казалось, прорыв наконец случился, и Великобритания с Евросоюзом наконец смогут оформить нормальный развод. Но план Мэй встретили в штыки на родины. Даже ее однопартийцы не то, что позиция. Вот как на выступление премьеры отреагировали в парламенте. Голосование о вынесении вотума недоверий Терезы Мэй может состояться уже на следующей неделе. Предварительная дата 20 ноября. Мой коллега Дамир Абов следит за ситуацией в Королевстве и даже знает, кто может занять пост ТРЗМ, если ей все-таки придется уйти в отставку. Два года назад эти люди, держащие транспаранты с громкими лозунгами, сейчас бы вряд ли поверили в то, что Брексит, к которому они так стремились, может и вовсе не состояться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Детали финансовой сделки пока не оглашаются. Неясно и каким видится будущее вопроса с границей Северной Ирландии. То, на чем споткнулся весь бракоразводный процесс. Если соглашение не одобрят в парламенте, а число оппонентов среди депутатов растет, то от премьера будут требовать отступить. Единственный выход из ситуации, считают эксперты, это повторный референдум по выходу из ЕС. Однако Тереза Мэй непреклонна. Британия покинет Евросоюз в срок. Я уверена, это как никогда приближает нас к исполнению воли британского народа, высказанной на референдуме. Мы вернем контроль над нашими границами, нашими законами и деньгами. Выйдем из общей рыболовной и сельскохозяйственной политики. При этом защитим рабочие места, безопасность и целостность Соединенного Королевства. Но депутаты патриотичным речам Мэй не поверили и уже всерьез задумались сменить премьер-министра, объявить вотом недоверия готовы даже сами консерваторы. У консервативной партии уже есть список кандидатов, которые могли бы занять этот пост. И это вопрос даже не нескольких месяцев, а недель максимум. То, что мы сейчас видим, это не Брексит, это провал политики действующего Кабмина. Поэтому мы ставим вопрос о недоверии. Кто бы мог заменить Мэй? В консервативной партии немало талантов, которые могли бы взять процесс выхода из ЕС под свой контроль. Борис Джонсон, например, или Дэвид Дэвис. Вы не обеспечиваете тот Брексит, за который голосовали люди. И сегодня вы потеряете поддержку многих консервативных членов парламента и миллионов избирателей по всей стране. Кто выиграет этот страной? Мы делаем! Которые снова взялись за плакаты, но уже совершенно другими призывами. Из того, что я читал в газетах и видел в новостях, я понял, что происходящее – это наша почти полная капитуляция. Я не думаю, что люди в этой стране, которые проголосовали за выход, ожидали такого рода сделки. Это ужасно. Все могло бы быть намного лучше. Плохая сделка, и я не думаю, что мы смогли бы сразу взять и выполнить все ее пункты. Но, похоже, запасного варианта у Лондона нет. До Брексита осталось чуть больше четырех месяцев. Поэтому изменить что-либо в уже согласованной с Брюсселем сделке Тереза Мэй вряд ли успеет. ЕС готов к окончательной сделке с Соединенным Королевством в ноябре. Но мы также готовы и к сценарию вообще без какой-либо сделки. Хотя, конечно, лучше было бы, если она все-таки состоялась. Политический хаос отразился на экономике Великобритании. Фунт стерлингов обрушился только на фоне новостей об отставках. Бизнес-круги королевства пребывают в шоке. Аналитики же предрекают необратимые последствия в случае, если Терезе Мэй удастся отстоять свое. Между тем, на фоне выхода Британии из ЕС сами европейцы отчаянно ищут возможности укрепить внутренние связи. На этой неделе Ангела Меркель поддержала идею создания единой европейской армии. Как отметила канцлер Германии, наличие собственной военной силы продемонстрирует миру, что между европейскими странами никогда не будет войны. Ранее инициативу о формировании европейских вооруженных сил озвучил Эммануэль Макрон, подчеркнув, что собственная армия необходима Евросоюзу, далее цитата, принимая во внимание Россию, Китай и даже США, конец цитаты. Однако против создания таких объединенных сил уже выступили в Нидерландах и Австрии. Так быть или не быть, единая европейская армия, и если быть, то что будет с НАТО? Вот что по этому поводу говорят эксперты. Появление Эммануэля Макрона о создании европейского контингента вооруженных сил и общей армии, она является своим главным ответом политики Дональда Трампа. В начале года в саммите НАТО в Брусселе, когда все главы государств, члены НАТО собирались, в том числе Дональда Трампа, он очень сильно поднимал вопрос о честном и справедливом, можно сказать, доле декретирования данной организации. Многие эксперты в международных отношениях по вопросам безопасности, они говорили, что уже многие европейские государства не смотрят на Америку, как на страну, которая может обеспечить безопасность стран Европы. А то, что Ангела Меркел начала поддерживать инициативу Эммануэля Макрона, это говорит о том, что европейская солидарность берет вверх над правоатлантическими отношениями. Они понимают, что европейский лиц сейчас уже больше не может полагаться на Соединенные Штаты. Генпрокуратура Саудовской Аравии газеты перехватили звонок между братом принца и журналистом. Первый якобы убеждал Хашоги явиться в консульство, заверяя, что ему там ничего не угрожает. Если информация о Вашингтон-Пост подтвердится, то для исламского королевства скандал может иметь серьезные последствия. В первую очередь со стороны главного союзника США. Мы еще пока обсуждаем это. Саудовская Аравия все-таки наш большой союзник. Экономическое сотрудничество с ними дает нам рабочие места, возможности для бизнеса. Поэтому нам надо очень тщательно и взвешенно подойти к этому вопросу. Я проведу переговоры с ЦРУ и госсекретарем и только потом приму решение. Караван мигрантов из Центральной Америки на этой неделе добрался до границы США. Мигранты не скрывают, что даже если им откажут в убежище, то они все равно будут стремиться попасть на территорию США нелегальным путем. И возведенная на границе стена их не удержит. СМИ США сообщают, что несколько граждан Гондураса уже перебрались через ограждение, написали на другой стране на песке слово «гондурасцы» и вернулись обратно, когда их попытались задержать американские пограничники. А немецкие власти сделали мигрантам предложение, от которого невозможно отказаться. Вот такие баннеры на семи языках появились на улицах немецких городов. Они гласят, что до 31 декабря мигранты, которые решат добровольно вернуться домой, могут рассчитывать на дополнительное пособие в размере 12-месячной оплаты жилья в родной стране. Помимо финансовых выплат, уезжающие семьи могут рассчитывать и на помощь с ремонтом жилья, а также оборудование кухней или ванной. Даже с учетом полного комплекта помощи, говорят в МВД страны, добровольный отъезд одного мигранта обойдется казне в 700 евро, а вот вынужденная депортация минимум в полторы тысячи. За первую половину 2018 года из Германии, благодаря аналогичным компаниям помощи, добровольно уехали больше 10 тысяч человек. Это достаточно много, если только не знать, что в том же году в Германию прибыли больше 100 тысяч беженцев. Таджикистан завершает один из самых масштабных долгостроев еще Советского Союза и планирует стать главным поставщиком электроэнергии в регионе. А в Аргентине спустя год после исчезновения нашли загадочно пропавшую подводную лодку. Об этом не только в нашем обзоре. Коротко. Один из самых масштабных советских долгостроев после четвертвекового перерыва завершают в Таджикистане. Там на этой неделе запустили первый гидроагрегат Рагунской ГЭС. Пока высота плотиной электростанции составляет около 75 метров. Согласно проекту, она должна достичь 335 метров, побив мировой рекорд. А мощность 3600 мегаватт сделает ее крупнейшей в Центральной Азии. Но это только планы. Запущенный агрегат лишь один из шести на полную мощь ГЭС планирует вывести через 8 лет. Это при условии, что у республики будут на это дополнительные средства. Подводная лодка, загадочно пропавшая у берегов Аргентины год назад, найдена. Субмарину обнаружили в Атлантическом океане на глубине 800 метров. На связь подводная лодка перестала выходить 15 ноября прошлого года во время перехода с одной военно-морской базы на другую. На ее борту находились 44 человека. Спустя две недели спасательная операция была прекращена. При этом поиски самой подлодки продолжались, но были безуспешными. В чем причина крушения судна, еще предстоит выяснить. По словам экспертов, которые уже осмотрели обломки, субмарина могла пострадать в результате взрыва. Один человек погиб, больше 50 пострадали в ходе массовых протестов против роста цен на бензин во Франции. Французы возмущены тем, что за год топливо подорожало на 10-15%. Сейчас литр 95-го стоит 1 евро 56 центов. Это примерно 652 тенге. Возмущенные такими ценами манифестанты перекрыли главные городские дороги и проезды КЗС по всей стране. В акциях приняли участие свыше 120 тысяч человек. Подышать воздухом на улице и нанести такой вред здоровью, словно выкурил полпачки сигарет. Пекин снова накрыло густым смогом. В городе даже объявили желтый уровень угрозы. Индекс качества воздуха в китайской столице достиг отметки в 311 пунктов. Хотя, согласно нормам ВОЗ, безопасным считается показатель до 50. Пекин считается одним из самых загрязненных городов в Китае и на земле в целом. Над городом практически постоянно стоит смог. Основной причиной загрязнения считается резкий рост числа машин. За последние 15 лет их количество в городе выросло в 7 раз и достигло 17 миллионов. Опасения людей, которые думают, что их постоянно обвешивают на этой неделе, официально подтвердили ученые. В Версале на 26-й конференции по мерам и весам утвердили новое определение килограмму в международной системе единиц. Оказывается, те тысяча граммов в нашем понимании не совсем точны. Ранее килограмм определялся как масса цилиндра, сделанного из платино-иридиевого сплава, который находится в вакуумном сосуде. Однако, как выяснилось, со временем эталон начал худеть, правда, несущественно, всего на несколько микрограммов. И если в обыденной нашей самой жизни это незаметно, то для точных научных вычислений это катастрофа. Новым же эталоном килограмма теперь станет формула, которую будут рассчитывать на принципах квантовой физики. На этом ставлю точку. Увидимся через неделю. Новый этал